В начале заседания перед участниками съезда выступили представители ревизионной комиссии. Они обозначили основные направления распределения средств, поступивших в распоряжение Духовного управления мусульман за последние пять лет. Все деньги были истрачены строго по назначению, отметили докладчики. Посчитав доходы и расходы, участники съезда дали оценку работе Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии. Она была признана удовлетворительной. Следующий и самый главный вопрос, вынесенный на повестку дня – выборы муфтия Духовного управления мусульман. На обсуждение была представлена только одна кандидатура – действующего муфтия республики Исмаила Хаджибердеева. Все ораторы, выходившие к трибуне, призывали представителей духовенства сделать правильный выбор. От имени исполняющего обязанности главы республики Рашида Тимрезова собравшимся обратился заместитель председателя правительства республики Джанибек Суюнов. Выражаю признательность за плодотворную работу всему мусульманскому духовенству республики и прежде всего муфтию Исмаилу Хаджибердееву. От всей души поздравляю вас, уважаемый Исмаил Хаджи, с получением высокой награды Ордена Почёта. Мы высоко ценим вашу миротворческую деятельность, активную работу по гармонизации межнациональных отношений на Северном Кавказе и в оси России. Поддержать своего соратника прибыл и глава управления мусульман Кавказа Аллах Шукур Паша Заде. И как истинный патриот, славный член Кавказа Исмаил Хаджи, за годы председательства Координационного центра мусульман Северного Кавказа сделал очень много для укрепления и укрепления духовных связей с народом Кавказа. На правах человека, который начал свое религиозное образование в Медресе Мирораб в Бухаре, там же, где учился и уважаемый муфти Исмаил Хаджи Бердиев, я хочу выдвинуть его на должность председателя муфти и духовного правления КЧР на очередной срок. Я его считаю самым достойным для этого. Да, сейчас очень много стало и образованных, и достойных имамов. Но такого опытного, знающего человека, устраивающего абсолютную большинство нашей уммы, положив руку на сердце, перед Всевышним могу с уверенностью сказать, среди нас нет. Далее состоялось голосование. Тех, кто был бы против кандидатуры Исмаила Бердиева, не оказалось. Единогласным решением на последующие пять лет муфтием республики был избран Исмаил Хаджи Бердиев. Дай Аллах, чтобы вы были впереди, и мы за вами, чтобы в этом и в последующем мире, чтобы мы были рады друг другу, чтобы Аллаху Талах был доволен нами, чтобы мы все были как братья, как подобает шариату. Напомним, что с 2004 года Исмаил Хаджи Бердиев входит в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Еще в 1989 году он был избран председателем Казията мусульман Ставропольского края. С 1991 года председателем Духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. А в 2003 он возглавил Координационный центр мусульман Северного Кавказа. В этом году Муфти Республики получил из рук президента России высокую награду Государства Орден Почета. Исмаил Хаджи Бердиев поблагодарил всех собравшихся за оказанное ему доверие. Если я скажу, что я буду делать больше, я буду вас обманывать, значит я тогда работал не как положено. Когда служишь Всевышнему, всегда служишь на все сто. Так и будем продолжать. От меня здесь, поверьте, ничего не зависит. Это все зависит от вас, от всех. Тогда Карачаева-Черкесия будет спокойная. Чтоб мы не сглазили это. Действительно, да, у нас старики мудрые. Были у нас времена, когда хотели сделать горячую точку. Но благодаря нашим старикам, его мудрости, у нас не удалось это сделать. Далее, а также единогласно, был утвержден состав Президиума Совета Старейшин, Ревизионной комиссии и помощников Муфтия Республики. Ватима Куршева, Михаак Аракелян. Итоги недели.